МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские войска продолжали обстреливать украинские города и в новогоднюю ночь, и в первые дни наступившего года. Сторонники Михаила Саакашвили требуют освобождения экс-президента Грузии, противники обвиняют его в симуляции болезней. Главные научные прорывы 2022 года. Также сегодня. Наступающий год – это год кролика. Я, конечно, не мог не думать о том, о чем все мы сегодня с вами думаем. Поэтому получилось вот что. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сочинил очередное новогоднее четверостишее. Начиная первый в этом году выпуск «Времени свободы», хочу поблагодарить всех тех, кто прислал мне и моим коллегам поздравления с Новым годом. Все эти поздравления я внимательно прочитал. Это было очень приятно. Спасибо. Новогодняя ночь и первый день 2023 года не принесли украинцам передышки. Российские войска продолжали обстреливать Киев и другие украинские города. Воздушная тревога была объявлена практически по всей стране. Сегодня обстрелы продолжились. Утром снаряд попал в центральный рынок в городе Береслав в Херсонской области. Сообщается о пяти раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Приходят также сообщения о попадании реактивного снаряда, предположительно, системы залпового огня «Хаймерс» в здание ПТУ в оккупированной Макеевке в Донецкой области, которое использовалось в качестве казармы для мобилизованных российских военнослужащих. Причем некоторые пророссийские, подчеркну это телеграм-каналы, сообщали, что число погибших идет на сотни. Украинские официальные источники писали о 400 убитых российских военных. Но проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным. Владимир Путин в этом году записал новогодние обращения, как утверждается в штабе Южного военного округа. За его спиной в несколько рядов стояли военнослужащие. Я не могу сказать точно, как картинка выглядела на российских телеканалах, но, скажем, на видеозаписи обращения, размещенные на YouTube-канале «Комсомольской правды», у последнего ряда военных головы просто не попадают в кадр. Путин старался интенсионно выделять главные пассажи, ну и, среди прочего, традиционно обрушился на коллективный Запад. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ, они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Фрагмент новогоднего обращения Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступил с новогодним телеобращением, напомнил, какие беды принесла российская агрессия, восхитился мужеством, стойкостью и единством украинского народа и выразил уверенность в грядущей победе Украины. 1 января Зеленский также записал короткое видео, в котором обратился и к россиянам. Вот этот фрагмент. Скажу об этом по-русски. Вся эта война, которую вы ведете, вы, Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди, но он как раз прячется, прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор. Вам никто никогда в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит. И всех, кого он убьет. Фрагмент обращения к россиянам президента Украины Владимира Зеленского. Перед самым Новым годом журналисты интересовались у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, будет ли президент России, отменивший в 2022 году большую пресс-конференцию, как и прежде общаться с прессой. Песков сказал, что не будет, объяснив это заботой о здоровье главы российского государства, которому явно многие миллионы людей в мире здоровья не желают. Самая широко разошедшаяся шутка в новогодние дни. Дед Мороз смотрит в присланный ему список пожеланий, чешет голову и говорит, почему все одно и то же, и вообще, я же не киллер. Но давайте послушаем Дмитрия Пескова. Честно говоря, вряд ли она будет совсем таким же, как она была до подлиннее. Здесь нечего перехатрить в оборудовательной перспективе. Вы видите процесс мутации вирусов и так далее. Вы видите достаточно такие сильные педагогические волны, гриппа разных этих штаммов и так далее. Это, конечно, все с учетом урока в пандемии. Обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что, конечно, в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочно, отвечу, не будет. Но по мере того, как вот эти волны будут, скажем так, уходить в нижнюю свою точку, по всему своему виду, тогда можно будет более свободное движение общаться. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров перед Новым годом, в отличие от Путина, провел прямую линию, в ходе которой у него спросили, какая из прочитанных книг произвела на него наибольшее впечатление. Отмечу, что Кадыров не стал обманывать и говорить, как это часто говорят некоторые другие политики, что у него на столе всегда лежит открытым томик сочинений Достоевского, Толстого, ну или, в конце концов, книга Путина. Вот что сказал Рамзан Кадыров. На самом деле, я не люблю читать, я люблю делать так, чтобы писали про то, чего ты делаешь. И то, чего там пишут, это разные мнения людей. И чистое истории, все равно там не бывает, в фильмах не бывает, в книгах не бывает. Это был глава Чечни Рамзан Кадыров. Многие российские политики записали перед Новым годом видеообращение. Иногда в кадре были испуганные кролики, которых эти политики держали за шкирку. И кролики явно, если судить по их глазам, ожидали в этот момент худшего. А лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов посвятил прошедшему году «Тигра» и наступившему году «Кролика» свое четверостишее. Как выяснилось, Миронов пишет такие стихи к каждому Новому году. Я, по крайней мере, об этом не знал. И вот что в этот раз сочинил Миронов. Там есть стилистические шероховатости, конечно, но послушать стоит. Вы знаете, что у меня есть традиция преддверия Нового года. Я пишу короткое четверостишее, где первые две строчки посвящаю году уходящему по восточному календарю. Символ года этого – это тигр. И две строчки – году наступающему. Наступающий год – это год кролика. Я, конечно, не мог не думать о том, о чем все мы сегодня с вами думаем. Поэтому получилось вот что. Тигр сражался, с врагом воевал, нашу грядущую победу ковал. Кролику, чтобы победы добиться, надо к отваге тигрины стремиться. Уверен, так и будет. Новогодняя четверостишая лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Если не считать обращения Путина и военкоров за столами голубых и коньков, мало что напоминало в новогодних российских программах о будущей войне. В программах были все те же фильмы, все те же ностальгические песни, перепетые уже много раз на разные лады. Конечно, бросалось в глаза отсутствие тех, кто осудил войну и был объявлен предателем. Что же касается тех, кто на сцену выходил, то было впечатление, что участники печально знаменитого Z-концерта в Лужниках в марте собрались на корпоратив. То есть даже несколько раз собрались на корпоратив на разных каналах. А после записи этих корпоративов, судя по всему, отправились отдыхать туда, куда их пока пускают. В сети циркулирует видеозапись, на которой Олег Газманов, видимо, в Дубае, поет одну из своих песен в толпе танцующих участников вечеринки. Внезапно один из них попытался прокричать в микрофон «Нет, войне!». Вот этот эпизод. Увы, к сожалению, Газманова на этой записи слышно не очень хорошо, но он совершенно точно, вполне дружелюбно говорит «Ребята, мы здесь наслаждаемся жизнью. Ребята, дайте отдохнуть». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Продолжается сага Михаила Саакашвили. Оппозиционные партии Грузии требуют от президента Саламы Зарубишвили помиловать третьего президента страны, ныне заключенного, и отправить его на лечение за рубеж. Но грузинские власти и политические оппоненты Саакашвили утверждают, что он симулирует приписываемые ему болезни и просто не может свыкнуться с потерей свободы. Репортаж Георгия Кабаладзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже во второй раз встретил Новый год в условиях лишения свободы. Правда, в отличие от прошлого года, не в тюрьме для высокопоставленных заключенных города Рустави, а в элитной тбилисской клинике Вивамеди, где специально для него благоустроена двухкомнатная палата со всеми удобствами. Там экс-президент лечится с мая прошлого года. По данным его адвокатов и врачей, нанятых семьей, а также врачебных консилиумов Народного защитника и влиятельной неправительственной организации Эмфати, Саакашвили тяжело болен рядом эндокринологических, неврологических и ментальных заболеваний. Всего около 20 диагнозов. В том числе нетипичная или не вполне установленная деменция. Известный американский психиатр Дэвид Голдсмит, проходивший в США в качестве эксперта по многим резонансным делам, показал на судебном процессе в Тбилиси, что считает диагноз деменции, то есть деградации личности, вполне обоснованным. Этот судебный процесс в Тбилисском городском суде касается возможного перевода бывшего президента для лечения в украинскую либо европейскую клинику. Президент Украины Владимир Зеленский на днях обратился к грузинским властям с просьбой проявить милосердие и отправиться Акашвили за рубеж для лечения. А если верить одному из адвокатов экс-президента, Польша готова прислать президентский самолет для переправки экс-президента Грузии в Берлин, в знаменитую клинику Шарите. Особо бурные споры вызывают сообщения об отравлении Михаила Саакашвили. Защита утверждает, якобы бывший глава государства был отравлен мышьяком и ртутью. Во всяком случае, эти вещества обнаружены в его крови после ряда экспертиз в США и Грузии. Однако департамент исполнения наказаний Минюста, выступающий в качестве ответчика по делу об отправке Саакашвили в зарубежную клинику для лечения, отвечает, что тяжелой металл и в крови Саакашвили не превышают нормы, и он не был отравлен. Сам судебный процесс проходит не так быстро, как хотелось бы стороне защиты. Заседания постоянно откладываются, а Михаилу Саакашвили, по информации его близких, становится все хуже и хуже. Он действительно выглядит ужасно. В ходе последнего прямого включения из палаты Михаил Саакашвили был не брит, что вовсе для него не характерно. Оставляло впечатление тяжело больного человека. Кроме того, экс-президент Грузии отказался говорить по-грузински и потребовал переводчика для перевода с украинского на грузинский. По словам адвокатов и политических соратников Саакашвили, ничего кроме войны в Украине и героического сопротивления украинской армии российским агрессором Михаила Саакашвили уже не интересует. Сторонники экс-президента собирают подписи с просьбой к главе государства Салоне Зурабишвили помиловать бывшего президента. Одна из тех, кто поставил свою подпись под обращением, гражданский активист Кэти Габияни, заявила в интервью «Радио Свобода», что власти намерены просто медленно убить Михаила Саакашвили в тюрьме, либо в больнице. Он вошел в тюрьму в совсем другом состоянии, во-первых. Он выглядел отлично и был оптимистично настроен, никаких гарантий у него не было. Вот он приехал, его посадили, и с тех пор его состояние ухудшается с каждым днем. Но власти категорически отрицают обвинения в отравлении. Ну, вы знаете, они за черное могут сказать, что это белое, врут и не краснеют вот так наголо. И очень боятся его отпускать, лечиться. Почему боятся больного человека, неизвестно. Отметила Кэти Габияни. Несмотря на многочисленные обращения, президент Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее тюремное заключение за организацию избиения в 2005 году оппозиционного депутата, бизнесмена Валерия Гелашвили. Возможно, причина в том, что даже если президент помилует Саакашвили по двум уже вступившим в силу приговорам, он проходит обвиняемым еще по трем делам. А согласно грузинской конституции, президент имеет право помиловать лишь осужденного, но не обвиняемого. А однако есть еще одна очевидная причина. У Михаила Саакашвили множество противников, не только во власти, но и в обществе. Один из них, Георгий Хайндрава, в интервью «Радио Свобода» высказал уверенно, что Саакашвили должен отсидеть положенный ему шестилетний срок. И сейчас он всего лишь якобы симулирует болезнь. Георгий, адвокат, делает акцент не на его виновности-невиновности, а на том, чтобы его отправить лечиться. Он лечится, он лежит в больнице. Девять месяцев находится в больнице. Поэтому, значит, его там лечат. Придерживаются того же мнения, какого и большинства населения Грузии. Подавляющее большинство, что он симулян. Умирать девять месяцев каждый день умирать невозможно. Умирает человек один раз. А здесь он девять месяцев каждый день. Заявил Георгий Хайндрава, занимавший в администрации президента Саакашвили пост государственного министра по реинтеграции. Тем временем партия Михаила Саакашвили и Единое национальное движение сообщила, что уже с 4 января начинает массовые акции протеста по всей территории страны с требованием отправки бывшего президента в зарубежную клинику. Впрочем, премьер-министр, председатель парламента и лидеры правящей партии «Грузинская мечта», судя по их заявлениям, пока категорически исключают такую возможность. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. И позволю себе посвятить последнюю часть первого в новом году выпуска «Времени Свободы» не политической теме. Я попросил научного обозревателя «Радио Свобода» Сергея Добрынина рассказать о главных, по его версии, прорывах в науке в прошедшем 2022 году. Сергей Добрынин выделил три из них. Я бы здесь выделил три вещи. Первая вещь связана с развитием нейросетей. Это было у всех на слуху. Очень многие, я думаю, за этот год попробовали нейросети, которые используются для генерации изображений по тексту, такие как «DAL-E» или «Majorny» или языковую модель «Chatbot», которая называется «GPT». И поразились тому, насколько мощный искусственный интеллект способен творить. Действительно, одна из картинок, созданная нейросетью «Majorny» выиграла в конкурсе сферовых изображений, причем судьи не знали, что она создана искусственным интеллектом, тем не менее, она получила первое место. И возможности «Chatbot» и «GPT», хотя они все еще очень ограничены, и он не способен ответить на некоторые детские вопросы. Иногда очень забавно спорит, например, задать ему детскую загадку «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе», он будет вас очень долго убеждать, что ничего не осталось. Как вы ему не намекаете, что И могло остаться. Он не понимает этого. Тем не менее, это система, которая способна писать эссе на уровне средних курсов университетов большинства стран мира и получить оценку «4» за это. Я знаю, что даже российские преподаватели стали прогонять вопросы своих экзаменационных билетов через систему «ChatGPT», чтобы просто увидеть, на какие из них она отвечает неправильно, чтобы только их оставить среди вопросов экзамена. Это, конечно, отчасти игрушки, но в этом году впервые за многие годы появилось ощущение, что происходит качественный скачок. Конечно, нейросети, искусственный интеллект, самообучающиеся, уже очень плотно вошли в нашу жизнь. Мы используем электронные переводчики, которые просто дали нам возможность приехать в практически любую страну мира и сносно общаться с людьми, используя Google Translate, который умеет, в том числе, распознавать речь качественным образом. Очень много чего используют нейросети, распознавание образов, генерация распознавания речи. Мы к этому привыкаем очень быстро, нам кажется, само собой разумеющимся. Но, пожалуй, в этом году впервые за долгие годы специалисты всерьез заговорили, что просматривается в относительно короткой перспективе, может быть, даже десяти лет, возникновение того, что называется сильным искусственным интеллектом. Здесь нет одного единого точного определения, что это такое, но подразумевается, что это искусственный интеллект, который будет обладать самосознанием и будет способен мыслить как человек. А угрозы человечеству в этом нет? Это правильный вопрос. Например, один из самых известных в мире специалистов по вычислительным системам и машинам Скотт Ааронсон, он на целый год взял отпуск в университете, собатик, вот так называемый, для того, чтобы внутри компании OpenAI, она как раз создала чат GPT и систему DALI, работать над безопасностью искусственного интеллекта, потому что вызовы действительно, видимо, существенны, и теперь о них стоит задумываться более серьезно. Здесь дело не только в том, что искусственный интеллект, получив самосознание, может захотеть убить людей, там или что-то еще в этом духе, есть более прикладные вещи, например, с помощью даже уже сейчас существующих нейросетей можно генерировать пропаганду, можно заменить целую фабрику троллей Евгения Пригожина, одной системы, которая напишет этих комментариев, которые будут вполне выглядеть как человеческие и обладать не меньшим смысловым содержанием, которого, конечно, там не очень много, но использовать все те же самые мемы, которые используют все эти тролли в одиночку, генерировать их сколько угодно и постить их повсеместно, это, в принципе, проблема. И, например, тот же самый Скотт Ааронсон предложил, что нужно вставлять в любые тексты, которые производит искусственный интеллект, специальные невидимые метки, так, чтобы можно было определить, что этот контент создан искусственным интеллектом, чтобы решить проблему авторского права и чтобы понять, что в каких-то случаях все, что создано, например, пропаганда, созданная искусственным интеллектом, может сразу же отсеиваться. Это один из вызовов. Конечно, есть вызовы более серьезные, самое смешное из них, пожалуй, формируется невероятно так, что если у вас представить, что у вас искусственный интеллект обладает неограниченными интеллектуальными способностями, и вы поставили его руководить заводом по производству скрепок, то рано или поздно он может научиться производить скрепки просто из любой материи в мире, и всю Солнечную систему превратить в скрепки. Да, это звучит фантастически, но вот этот переход фазовый, который мы совершаем буквально на наших глазах, он делает такую перспективу всё менее фантастической. Понятно, что какие-то штуки, которые будут этому противодействовать, в перспективе уже сейчас нужно закладывать в разработки. Потому что проблема с нейросетями в том, что если раньше люди, грубо говоря, пытались разобраться с тем, как устроено человеческое мышление, например, как устроен человеческий язык, как устроена грамматика, разобраться в подробностях её организации, связи с мышлением, и на этой основе создавали какие-то системы искусственного интеллекта, то нейросети базово устроены очень просто. Их сила в том, что мы скармливаем им огромное количество данных, и они сами себя учат, сами формируют свой алгоритм на основе данных. И сейчас фактически нейросетям скормлен уже весь существующий интернет, это просто невероятное количество данных, которые, естественно, никакой человек не способен даже в малой доле осилить. И поэтому мы просто не знаем точно, что из этого всего искусственный интеллект сможет сделать. Есть скептики, которые говорят, что всё равно искусственный интеллект нейросетий всё равно остаётся попугаями, что они просто умные попугаи, очень начитанные попугаи, но попугая не обыдача собственным мышлением. Но другие люди говорят, что самозарождение, именно мышление, самосознание, это тоже возможно, и более того, произойдет достаточно скоро. Я бы выделил достижение американской лаборатории Ливермора на установке NIF по тому, что называется, достижение положительного energy gain на термоядерной установке. Эта штука, которая звучит в заголовках громче, чем она есть по существу, на самом деле действительно впервые в истории достигнут больше выход энергии из управляемого термоядерного синтеза, чем потратилось на его зажигание. Хотя тут надо понимать, что всего эта установка NIF потратила в примерно 100 раз или 200 раз больше энергии, чем учитывается та маленькая часть, которая потратилась именно на зажигание реакции. Поэтому, конечно, никакой положительный ОКПД, там ОКПД больше и больше меденится, речь пока не идет даже близко. Тут история вот в чем. Дело в том, что управление термоядерного синтеза, конечно, это мечта человечества на протяжении уже больше, чем полувека. Это история, которая идет то более оптимистично, то менее оптимистично. Сейчас мы находимся, то есть находились до вот этого последнего результата в состоянии довольно глубокого пессимизма, потому что хотя во Франции идет строительство силами многих стран мира, включая, кстати, и Россию, это строительство началось уже несколько десятков лет назад, термоядерного реактора ИТЭР, так называемого, который должен продемонстрировать действительно экономически выгодный выход энергии на термоядерном реакторе. На самом деле, с каждым следующим годом открывается так много новых проблем, что это строительство затягивается, сроки его переносятся уже очень много раз, проект очень сильно дорожает. Это очень-очень сложный инженерный проект. Если в теории мы знаем, что термоядерная реакция способна давать очень большую энергию, фактически сделать так, чтобы из этого были какие-то практически для нас полезные вещи, чтобы использовать в качестве, грубо говоря, электростанции, до этого еще очень-очень далеко, это перспектива 50 лет. Но вот достижение, которое было сделано в лаборатории НАФ, оно, возможно, снова вернет интерес человечеству к этой теме. Здесь по существу прорыв скорее инженерный, чем фундаментальный. Получилось сделать то, что долго делать не получалось. Речь идет о том, что установка, которая использовалась в США, отличается от типа установки, которая используется на Этерио-Франции. Это не такомак, это так называемая импульсная система. Это крошечный шарик, сделанный из искусственного алмаза, наполненный охлажденным почти до абсолютного нуля смесью Детерия-3, термоядерное топливо. Его обстреливают очень мощным, очень коротким лазерным импульсом со всех сторон. Это топливо очень сильно сжимается, из-за этого оно разогревается, там, получается, необходимые для запуска термоядерной реакции условия, примерно такие же, как получается в термоядерной бомбе, только там для создания этих условий используется внешний ядерный взрыв. А здесь происходит обстрел лазером. И происходит короткий выброс термоядерной энергии, который получился больше, чем энергии вот этих лазеров, которые использовались для обстрела. Пока что задач очень сложных, они не являются нерешаемыми, но очень сложных задач перед нами стоит еще много. То есть здесь мы говорим о перспективе десятков лет, может быть, там, 2050-й год, 60-й год. Есть скептики, которые считают, что у нас никогда не получится сделать термоядерную электростанцию, есть оптимисты, но мы говорим сейчас о второй половине этого века. Я бы выделил, конечно, запуск и начало работы космического телескопа Джеймс Уэбб, который снова показал очень красивые картинки. В 90-м году телескоп Хаббл, это оптический космический телескоп, показал невероятные картинки звезд далеких туманностей и галактики. Я тогда сам был маленький. Я помню, что мне сразу захотелось стать астрономом, потому что ты видишь вещи, которые поражают воображение. Сейчас запущен его последователь, он работает в нечто другом диапазоне, он работает в инфракрасном диапазоне, в отличие от оптического, означает, что он может увидеть больше, чем видел Хаббл. И действительно, это новый глаз человечества, очень важный глаз. Уже за полгода его работы удалось осмотреть вещи, которые раньше не удалось осмотреть никак. В первую очередь, это касается очень далеких звезд, ядер очень далеких галактик, квазаров. И это огромный прорыв в астрофизике, но также, мне кажется, популяризация астрономии, астрофизики тоже, потому что люди снова захотели смотреть на красивые картинки дорогих звезд и думать о том, что вообще-то Вселенная безгранична, и в ней так много всего интересного, помимо того, что происходит на нашей планете. Научный обозреватель Сергей Добрынин о главных, по его мнению, прорывах в науке в прошедшем 2022 году. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и обязательно на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.